всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал сегодня 20 ноября в сибири очень холодно уже наверно тридцатка с чем-то большой привет и веганам экстремалам и веганам как же они называться то мать-перемать веганы экстремисты да есть такие веганы короче они заставляют всех не есть мясо я ставлю в это видео картинки что бывает с людьми которые замерзают в сибири в частности обморожение разной степени поэтому кто не любит кожу мех вам нужно жить где-нибудь в индии кушать там бананы если бы я жила в индии тоже кушала бы бананы тоже не носила бы кожу и мех мне хватило бы хобочной футболки шортиков и сланцев а я поскольку человек совершенно как сказать непритязательный я так жила в шортиках и сланцах по 10 лет бы ходила в одном и том же и вообще как бы это значит все мы переходим к бровям ура 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 у нас сегодня прошел мастер-класс по бровям сегодня татьяна будет делать их под моим руководством а те кто его просохатил прошляпил не успел не смог был занят и так далее записывайтесь на индивидуальные мастер-классы ссылки оставлю под видео итак значит первое что мы делаем берем эвелин сыворотку обычно женщинам кажется что у них очень очень мало волосков в бровях что они какие-то лысые и так далее и для того чтобы понять насколько все плохо либо хорошо проведите по бровям вот такой вот сывороткой суть этой сыворотки заключается в том что она подчеркнет все незаметные волоски и если ваши волоски там присутствует сыворотка их обозначить и вы увидите насколько на самом деле на вашей брови больше волос чем вам кажется это очень очень важный момент если у кого-то совсем лысые брови там совсем просто вообще голая пустыня каток во дворе не знаю для хоккейной команды и там вообще нет ни одного волоса или волос от волоса не слышно голоса значит тогда мы идем в аптеку покупаем обыкновенный преднизолон очень люблю очень люблю смотреть ваши ролики познавательные интересные применяем вот знаете что вот когда вот пока такой встречи не происходит блогера такое ощущение что снимает вообще когда ты видишь реального человека это просто тогда вот я еще думала можно закрыть канал сейчас мы еще людей позовем вы тоже меня смотрите конечно тебе вот это да сейчас мы еще свитнем в холл вполне возможно представители брендов анастыша бывали хиллс и их русские представители в россии сейчас начнут меня кидать тапочки камни проклинать и все такое на самом деле все чудеснейшие средства средств для активизации роста волос чуть-чуть выпрямись это средства на основе гормонов там обязательно в той или иной пропорции присутствуют гормоны берем белый карандаш обводим бровь так значит то мы обвели брови белым карандашом вполне возможно вам это видно либо не видно сейчас нет но максимуме в плане близости к лицу ну чтобы нам не мешало ничего значит девочки и мальчики кого интересует тема значит мы сейчас будем смешивать краску выпрямись вот да вот так хорошо берем обыкновенную крышечку из подватных дисков она пластиковая краска в нее не въедается все хорошо буквально одну капельку до выше выше подними да буквально даже много ты нанесла но ничего и сейчас мы добавляем капельку окислителя вот мы добавили окислитель и смешиваем это все в равных пропорциях и ты прямо сейчас увидишь что она начинает становиться серой красочка становится серой значит что мы делаем дальше сейчас я покажу это моя личная технология я передвигаюсь вполне возможно камера будет здесь можно очень хорошо чистить кисточку берем столько сколько нам нужно и прицельными четким движениями прокрашиваем хвостик брови это делается для того чтобы мы сразу в и мы сразу видим что хвостик начинает темнеть здесь у нас совсем как бы печаль беда вот здесь у нас как-то погуще с волосами это нужно делать очень очень быстро и оставляем на 3 минуты 3-4 минуты мы оставляем как бы хвостик на то чтобы он начал работать все засекай выпрямись сюда смотри так я хочу да мы видим что брови начинают потихонечку темнеть но я буду применять свою технологию вполне возможно натане краска сработает как-то по-другому но мы видим что кончик здесь перевирается свет я вам честно говорю то есть визуально кончик уже конкретно черный посмотри в данный момент конкретно чернее тоже видишь да он чернее значит далее мы поехали по самому телу брови попытаемся сделать изгиб и малепосичными крошечными совершенно такими очень очень дозировано очень очень совсем так по чуть-чуть мы переходим на серединку брови и тоже между прочим потом мы это и втушевываем прямо как в макияже втушевываем краску в затененный хвостик преимущество этой краски заключается в том что она не воняет то есть запаха практически запах такой знаете как у шампуни без отдушек ну вот что это такое но зато красочка скажу вам здесь можно еще добавить в хвостик чтобы она не пунктиром была у вас а именно с этим плавным таким амбре градиент его по разному называют переходом смотри что получается видишь почему накрашенные брови смотрятся такими искусственными потому что они вот цельного цвета и я решила технологию макияжную применить выше-выше-выше да это вот мы уже две фазы прошли две фазы прошли мы а дальше когда вы разбираетесь с головой вас всегда начинают все учить что нужно с головы начинать так вот в моем случае это неправильно мы начинаем мы начинаем не с головы мы начинаем с хвоста и мы переходим в основную часть то есть ближе к вот этой вот нашей любимой непосредственно чудесной головки брови так называемой и здесь мы прям прокрашиваем волоски почему я вот она сделала себе а я сказала я убрала вот это вот начало потому что она перекрыла себе волоски те которые перекрывать было не надо то есть они у нее присутствуют есть вот это настоящее начало такое как размикшированное такое и сейчас я посмотрю что мы имеем да на видео хоть и немножко как бы искаженно но присутствует вот этот вот эффект который то есть три цвета в брови вы делаете одной краской подписывайтесь на мой канал я коробки красоты каждый месяц не продаю а уж если и начинаю что-то продавать то потом все очень очень благодарны так смотри что получается видишь тебе нравится ну да ну да брови надо рассмотреть когда мы смоем а насчет смоем я могу сказать сразу всем конечно визуально все просто бомбизна они у тебя все стали кустистые они стали все такие как сказать пушистые надо будет наверное все таки снимать их очень очень близко насчет того чтобы брови были симметричны пожалуйста стремитесь к тому чтобы бровки были сестры но не близнецы потому что сделать из бровей абсолютную симметрию невозможно это знают все визажисты потому что у человека даже просто половинки лица разные вот все мы как бы я думаю что можем начать потихонечку смывать чтобы не переборщить но можно еще минутку подержать а значит стирать начинаешь с хвостиков тогда они получатся светлее вперед вот нет вот вот сначала с головы да промакивающими движениями предварительно нанесите какой-нибудь лосьон на бровки ой вернее сори на диск на ватный вот все супер и другая бровь вообще чтобы более правильно это было надо сразу очистить вот эти головы а потом уже там с серединкой хвостиком воздюкаться то есть нужно стремиться к тому чтобы это было вот все таки идет переверон вот здесь очень сильный по камере это может быть не на камере это может быть монитор на камере врет а ты на мониторе слушай как хорошо получилось миленько так все вообще сладенько ты на мониторе посмотришь на деревья да взъерошиваем получается такое неопрятное взъерошенное начало брови визуально цвет бровей сейчас совпадает с корнями волос вы видите картинку немного иначе не так как она есть на самом деле вот собственно все в чем фишка ты приходишь домой и ты не трогаешь их сегодня ничем то есть не моешь не мылом ничем 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 краска должна схватиться эффект держится две недели в среднем то есть да их можно взъерошить вы видите что вот кожа чуть-чуть подкрасилась главное еще фишка то есть в этот день вам конечно профессиональные косметологи скажут не надо такого делать а я вам скажу сегодня мылом не прикасаться к бровям красочка схватиться к утру то есть она продолжает там находиться мы какую-то часть остальную стерли она продолжает находиться она продолжает проявляться она будет проявляться тут уже как бы ничего не сделаешь так она работает но факт тот что Таня сегодня была на мастер-классе девочки кто был на мастер-классе вы видели что бровей у нее вообще не было поэтому опять же если вас интересует эта технология потому что я не все сейчас озвучивала это основные моменты которые я озвучивала в общем если вам это интересно записывайтесь на мастер-класс по бровям это Ольга Швец надеюсь это было интересным и полезным всем всего хорошего пока ставьте лайки подписывайтесь на мой канал давайте дружить общаться это Ольга Швец всех люблю целую всем всего хорошего бай бай бай